Если все дороги ведут в Рим, то в Риме все дороги ведут, знаете, куда? Колизей. Что-то мне подсказывает, что мы туда сегодня не попадем. Из шумного центра, где огромную толпу людей пытаются попасть в Колизей, мы пришли в галерею Спада. Это дворец, в котором находится картина галереи и знаменитая перспектива Барамини, которая фигурировала в фильме «Великая красота». Помните, Рамона бегала? Вот здесь. На самом деле ее длина всего 8 метров, а кажется, целых 35. Как все-таки приятно прийти в место, где очень-очень мало туристов. Тогда по-настоящему можно что-то почувствовать, потому что, конечно, вчерашний день с Колизеем и фонтаном Треви просто убил все мои впечатления от города. Я, если вы смотрели мои видео предыдущие, вы знаете, как я хотела, мечтала попасть в Рим. Нарисовала себе какую-то идеальную картинку. И вчера она немножко не совпала с моими ожиданиями, но сегодня все по-другому. Это самый маленький остров в мире – Тибирина. И сквозь остров проходит мост Фабрицио, по которому мы переходим на другую сторону Тибра в район Трастевере. В район Трастевере добирается заметно меньше туристов, чем их можно встретить в центре Рима. Сюда также не доходят индусы, надоедливые с бесконечными селфи-палками и платками, которые считают, что именно это вам нужно в путешествии. Здесь чувствуется настоящая итальянская жизнь. За ней мы сюда и приехали. В районе Трастевере есть бар, который называется Фрэнни и Фрэйцони – тормоза и сцепление. Здесь когда-то была автомастерская, а теперь коктейли. Итак, мы погуляли по прекрасному району Трастевере. Мне кажется, вечером забрести туда и посидеть где-нибудь будет очень здорово. И сейчас мы начинаем восхождение на Яникул. Это самый высокий холм Рима. Мы сейчас идем по Биа-Гарибальди. Добраться до вершины холма Яникулы, Джаникулу. Можно на 115 автобусе. Но я мучаю на то. И мы идем пешком. А кто там ходит? Да ладно! Да, вот здесь уже есть какое-то ощущение и впечатление от города. Знаете, переходить улицу в Риме, если она не регулируется светофором, это настоящее смертельное приключение. Потому что они вообще не останавливаются перед пешеходами. В принципе. Ну ладно. Это все проза жизни. Сейчас здесь великая красота. Я им сейчас покажу. Боже! Аааа! Класс! Нато! Здесь снимали начальные кадры фильма «Великая красота». И отсюда открывается прекраснейший вид на Рим. Это не только начало фильма. Это начало великой красоты города. Вы знаете, вот хочется быть здесь высокопарным. Потому что ни одно пока место в Риме не дало мне таких впечатленческих, эмоциональных, туристических мурашек, как это место. Этот итальянец поет свою песню Риму. Смотрит на Рим и поет. Это площадь Джузеппе Гарибальди. Памятник. Здесь снимали начальные кадры фильма «Великая красота». Я вам так много говорю про этот фильм, потому что после его просмотра я нарисовала себе какую-то идеальную картинку этого города. И встретиться я с ней смогла только здесь. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...